Слесарь-сантехник ловко орудует инструментами. На замену водосчетчика у этого профессионала уходит 10 минут. В день у специалистов до 20 подобных вызовов. Жители этой квартиры понимают, без счетчиков им придется платить за холодную и горячую воду в разы больше, потому с заменой не тянут. Экономишь-то было все. И счетчики же обязательно надо ставить, устанавливать обязательно. Установка водосчетчиков занимает больше времени. Если мы здесь находились минут 10, то на установке минут 40 час. В зависимости, опять же, сколько у нас счетчиков. Но люди охотно меняют счетчики? Ну, охотно, охотно. Куда денешься? Такие счета приходят. Бывает, бабушки жалуются, что ночами не спят, ждут нас. И если добросовестные хозяева приборы учета и поставили вовремя, и заменяют регулярно, то есть в Нижнекамске такие жильцы, у которых счетчиков нет вовсе. С 1 января 2015 года сумма в их квитанциях за пользование коммунальными услугами увеличится в разы. Государство вводит повышающие коэффициенты, которые повлияют на расчет. К примеру, с 1 января бесприборникам придется заплатить на 10% больше, с 1 июля уже на 20%. В 2016 году сумма в квитанциях продолжит расти. С 1 января на 40%, с 1 июля на 50%, ну а в 2017 сумма вырастет на 60%. На сегодняшний день 9500 квартир в городе Нижнекамске не имеют приборов учета ни по воде, ни по электроэнергии. Установка приборов учета – это не просто желание, а обязанность гражданам. Тем, у кого приборов учета нет, до сих пор специалисты советуют установить их как можно раньше. Иначе вода в квартире станет настоящей роскошью, а счета за нее – страшным кошмаром. В правительстве Российской Федерации уверены, что меры, которые они применяют по отношению к пользователям коммунальных услуг, в квартирах которых нет приборов учета, обязательно будут эффективными. Ведь те счета, которые они получат за коммунальные услуги в ближайшее время, многих не просто удивят, а даже шокируют. Екатерина Разина, Максим Липин, Новости НТР.